Это похоже на воздушный рис. Здесь нормальный чай есть, а это чеснок. Корейцы вообще не пользуются дезодорантами. Это что такое? Это просто сосиски, которые лежат на теплой полке. Местный ром, куриные лапки. Здесь якобы слюна ластыши. Какой-нибудь фрукт здесь вообще стоит очень дешево. Кто знает, что это, обязательно напишите в комментарии. Привет, вы на канале Teams Blog, и сейчас мы идем в магазин во Вьетнаме. У нас уже было не одно видео из магазина из Кореи, где я показывал вам стоимость продуктов, сколько продукты стоят, что они собой представляют. И сегодня мы сходим в магазин во Вьетнаме. На самом деле там есть что посмотреть, потому что там очень странные продукты, которые до этого вряд ли вы где-либо видели. Вообще в мире, в вашем городе, наверное, точно их нет. Я вам сейчас все это покажу и посмотрим, сколько это все стоит, потому что вьетнамские цены очень умеют удивлять. Вот, а это у нас куриные лапки. Я вам уже говорил в видео, то, что любят в Вьетнаме, в Корее, куриные лапки, а то, что у нас едят собаки, они просто считают это деликатесом. И это острые, как я понимаю, видите, красные, острые куриные лапки. Стоит такие 10 тысяч донгов. Огромный выбор просто фруктов. Вот, в том числе фрукты в супермаркете, мне кажется, более безопасно покупать, потому что, ну, как я думаю, все-таки их, знаете, как-то более, не знаю, стерильно, что ли, режут, нарезают или как-то тщательно моют. Хотя я в этом тоже не уверен. Давайте посмотрим, сколько стоят фрукты. Вот смотрите, например, мандарины, но они какие-то на самом деле очень страшные, стоят 79 тысяч донгов. Мандарины. Вот драконий фрукт. Драконий фрукт здесь вообще стоит очень дешево. Нам даже в отеле его дают, хотя на завтраке дешевые, 32 тысячи донгов. А вот какой большой, огромный просто выбор манго. Вы просто посмотрите, вот манго, вот манго, вот манго. То есть, это все манго, разноценная категория. Вон манго есть за 29 тысяч донгов, это за килограмм, есть за 75 тысяч донгов за килограмм, есть 32 тысячи донгов, 44 тысячи донгов. И мы здесь, если честно, фруктами объедаемся, потому что в Корее нет такого большого выбора. А если даже есть, ну, по крайней мере, продукты, они не такие вкусные. Мы не покупаем здесь овощи, да, так как мы ходим там в кафе, в рестораны. Вот, но, смотрите, здесь что есть. Ну, во-первых, здесь есть огурцы. Опять же, в отличие от Кореи, это просто нереально круто. Не знаю, стоит либо килограмм, 18 тысяч донгов, либо одна пачка. Скорее всего, мне кажется, килограммы, все огурцы здесь идут по килограмму. Перец какой-то очень странный. Если честно, он как будто бы прям пластиковый. Хочу найти специально для вас такие привычные товары. Посмотреть, сколько они стоят, да, ну, для сравнения. Вот, например, огромная просто упаковка. Это у нас, получается, салат, листья салата. Салат стоит 44 тысячи донгов за килограмм. Здесь есть лук. На самом деле, Вьетнам очень классная страна, потому что он богат как овощами, так и фруктами. Это просто замечательно. Вот есть капуста. Капуста вообще какая-то очень странная. 62 тысячи донгов. Вот интересная штука какая-то. Первый раз такое вижу. Стоит 39 тысяч 900 донгов. Кто знает, что это, обязательно напишите в комментарии. Похоже, если честно, на горох какой-то с виду. Вот, смотрите, такие они подарочки делают к Новому году. Удивительно то, что здесь внутри не конфеты, как мне казалось издалека, а это чеснок. 52 тысячи донгов это стоит. А вот поменьше такая, вот поменьше такая штучка, 39 тысяч донгов. Вот все украшено. Замечательный подарок. Кто не любит сладкое, мне кажется, отличный просто. Вот опять же, куча всяких коренев. Я тут не буду сейчас вам рассказывать про них, потому что я сам не понимаю, что это, да? Помимо огромного количества фруктов и овощей, в Вьетнаме очень большое количество рыбы. То есть вот здесь для пивоманов просто рай. Посмотрите, сколько стоит эта вся рыба. Это очень дешево, вот там, начиная... Вот это, кстати, не знаю даже, что такое. Мне кажется, тоже рыба, но она с яйцом вроде, с яйцом и какой-то специей. 15 тысяч донгов. Вот у нас тоже какая-то рыба, непонятно какая, 16 тысяч донгов. Вот есть большие какие-то рыбы, прям куски полноценные, 862 тысячи донгов. А вот, смотрите, сосиски. А вот если в Корее меня удивляло то, что сыр лежит в таких маленьких упаковочках, да, вот это просто сосиски, которые лежат на теплой полке. Ребята, и они хранятся очень-очень долго. Не знаю, как посмотреть срок годности, сколько они вообще не могут храниться, но мы покупали как-то один раз для собак, стоит 18 тысяч донгов. Это сосиски якобы из говядины, 20 тысяч донгов. И это все теплая полка. То есть вот даже на сосиски, маленьких упаковочках тоже, вот в пластиковых, как обычно, знаете, такие снеки-палочки продают сладкие. Вот 10 тысяч донгов. Не знаю, можно ли это назвать вообще мясом или нет, но все это якобы-якобы мясное. То есть все продается на теплой полке, все сосиски продаются на теплой полке. Потрясающе. Вот смотрите, какая сосиска. И тоже якобы она с мясом. Мы сосиску пробовали, знаете, на вкус она как какой-то паштет, как паштет, вот. Ну, как бы я не могу сказать, что она прям очень-очень химозная, но мясом она не пахнет, просто как паштет. Здесь детское питание. Кстати, видите, вот эти сосисочки даже продаются в детском питании. То есть по всей видимости, они такие довольно, ну, для детей, адаптированные, да, то, что их можно есть даже детям. Не знаю, насколько это точно. Молоко тоже, смотрите, огромное количество молока хранится на теплой полке. Вообще с молоком здесь беда, потому что вьетнамцы, они не употребляют такое количество молока, как остальные европейцы, может быть, там, даже корейцы. Нам объясняли, почему это происходит. Дело в том, что у вьетнамцев непереносимость лактозы. Не знаю, насколько эта информация актуальна, но сказали так, что типа молока здесь вообще несколько лет назад не было, но появилось буквально там лет 5 назад, только его стали заводить, потому что очень много туристов. У них есть спрос на молоко, поэтому молоко завозят. Но молоко все на теплых полках. И, естественно, огромный-огромный просто ряд всякими раменами. А лапша, кстати, лапша здесь обалденная. Я вот пробовал лапшу корейскую, пробовал, естественно, доширак. В России вот здесь очень классная лапша. Мне она очень понравилась. Буквально вчера брали вот такую вот банку. Вот. Это, знаете, как стеклянная лапша получается. Вот стоит 15500 донгов. Чем мне она понравилась? Потому что вообще не острая. По крайней мере, при гастрите. Я вот с гастритом вообще идеально съел. Не знаю, рекомендую. Кто живет в Вьетнаме, обалденный. Кто приезжает, тоже рекомендую попробовать. Классно и недорого. Остальная вся лапша, она, как в Корее, знаете, требует варки. То есть, в основном, это все рамены. А рамены, как известно, их нужно варить. Вот. А эту лапшу, в отличие от другой, можно просто заварить кипяточком. И опять же, смотрите, продаются эти колбаски. Вот опять на теплой полке висят. Мне интересно, сколько просто они хранятся. Если я сравниваю сейчас магазин, в котором мы находимся, в Вьетнаме с магазинами корейскими, а в Корее нет ненормальных шампуней. Ну, такие шампунь есть, Headland Shoulders, да, но они самые простые. Ни гели для душа, ни дезодорантов, да. Там нет ни акса, ничего подобного. Есть целый стенд вот всяких дезодорантов для мужчин, как Nivea, так какой-то X-Man есть, есть Axe, замечательно, да, просто Axe обожаю. Вот. И удивительно то, что в Корее почему-то вообще этого нет. Есть только Nivea, и то два-три варианта. Почему-то корейцы вообще не пользуются дезодорантами. Почему? Я не понимаю. Они пользуются ни духами, ни дезодорантами. В основном от них пахнет мылом. В Корее нет почти таких зарубежных презервативов. И если, например, мы с вами говорим там про Duras, Contex, в магазинах они почти отсутствуют. А во Вьетнаме это, пожалуйста, есть разных видов знаменитой ласточкино гнездо. Мы как-нибудь обязательно его попробуем. Наверное, в последний день мы это сделаем. Здесь якобы слюна ласточек. Не знаю, насколько это правда. Вот есть вода с ласточкиными гнездами, то есть, как я понимаю, с добавлением слюны ласточек. И вьетнамцы верят, что это очень помогает здоровью. Не знаю, насколько это правда. Вот стоит вода с добавлением слюны ласточек 10 тысяч донгов, а это стоит у нас 39-50 тысяч донгов в этих пределах. Вот из алкоголя что здесь есть? Смотрите, есть корейское Соджио. Вот что, в принципе, ничего необычного нет, потому что здесь Корея рядом, и все напитки в основном идут с Кореи. Вот есть огромное количество местного пива. У них местное пиво это Тайгер, 333 и Сайгон Бир. Вот, по крайней мере, других я пока не знаю марок. Огромное количество Хайникина. Как нам говорили, что почему здесь Хайникин, потому что здесь где-то рядом в Вьетнаме есть завод производства Хайникина. Вот и огромное просто количество кофе. Посмотрите. Да, кстати, опять же, отличие большое от Кореи, то, что в Корее нет нормального чая. Здесь нормальный чай есть. То есть, ну, любой чай и зеленый, и черный он есть. В Корее же не так. В Корее сложно очень найти зеленый чай. Вот, смотрите, паста, вот, цена на пасту. Ну, почему я вам тоже пасту показываю? Потому что вам просто посмотреть, сколько она стоит в вашем городе и сколько стоит она здесь. Паста, например, стоит вот такая огромная просто, 52 тысячи донгов. Вот такая паста стоит 48 тысяч донгов. И, кстати, пасту мы тоже повезем с собой в Корею, потому что в Корее нет нормальной пасты. То есть, вот найти такую пасту Эклгейт, может, как-то можно заказать, но обычно это какая-то вся паста от Эклгейт. И, ну, нам она кажется, что не такая качественная, например, как паста от Эклгейт. Что это такое, Свет? Это сок какой-то? Как Света говорит, это какая-то желешка. То есть, смотрите, это сосиски, а желешки. То есть, вот вообще есть ассорти, ассорти, много вкусов. Здесь это со вкусом манго. То есть, открываешь, отрываешь как-то, в рот себе выливаешь и в итоге ешь. Стоит такая штука 64 тысячи донгов. Огромное количество напитков всяких там от колы. Кстати, удивительно то, что колу первый раз вижу в таком формате, а вот в других странах не видел. Вот, смотрите, какая кола 0,5, большая просто. Есть 160 миллилитров. 160 я видел в Корее, а вот именно в таком формате, вот в железной банке, не видел. Вот, удивительно то, что здесь есть кола плюс. Не знаю, чем отличается от кола лайт. Вот, надо тоже будет взять попробовать ее. Интересно. Вот, но кола зиро шугар, кола лайт нам знакомы всем. И что такое? Это всякие игрушки продаются сладкие для детей. То есть, здесь этого добра, как и в Корее, тоже навалом. Сколько такая штука стоит, интересно? А, не знаю. 74. Такая штука стоит. Игрушка 74 тысячи донгов. Вот, и такие есть игрушки. В общем, вот это всякого, всякой ерунды здесь просто навалом. Всякие мармеладки, снеки. Из Японии, из Кореи это все есть. Кстати, вот удивительно тоже, смотрите, я вот эту штуку брал. Такого вряд ли вы купили. Это стоит 10 тысяч донгов. Energize Blend. Я думал, что это какой-то, знаете, типа сок. Сок апельсиновый, может быть, с добавлением таурина, кофеина, чего-то такого. А это сок апельсиновой сывороткой. И вот это все идет, это не просто сок. А это все сок с каким-то добавлением молока, сывороткой. И удивительно, что все стоит тоже на теплой полке. То есть, обычно сыворотка, ну, привычная мне, она стоит в холодильниках. Здесь еще есть огромное количество чипсов с разными интересными вкусами. Вот сейчас мы, наверное, чипсы пока брать не будем. Вот мы уже брали со вкусом нори, я на них снимал обзор. Есть вейви со вкусом краба. Вот нам знакомый лобстер, это лобстер, да, чипсы. Вот чипсы для сравнения, да, если вы сравните с ценами в других странах. Например, стоят 31 тысячу донгов. Вот такие чипсы стоят 22 тысячи донгов. Вот есть какие-то местные чипсы. Местные чипсы, такая большая пачка, вообще стоят 10 тысяч донгов всего. Вот, и мы брали буквально вчера чипсы, тоже очень вкусные. Это как русская картошка, вот они стоят всего 5 тысяч донгов. Есть ли такие цены в России, я очень сильно сомневаюсь. Вот есть кольца луковые тоже какие-то местные за 5 тысяч донгов. Еще один магазин, 79 марта, такой больше, знаете, магазин для туристов, потому что находится в туристических районах. Вот, местных я здесь вообще не вижу никогда. Вот, кстати, манго вообще обожаю за 50 тысяч донгов. Манго-то очень вкусное, каждый день его едим. Надо, конечно, свежее есть, но мы такое едим, 50 тысяч донгов стоит. Просто обалденно, с собой обязательно в Корею возьмем, привезем. А, вот про это кофе я говорил, как раз это кофе, оно пользуется большой популярностью. Очень многие даже в Корее покупают вьетнамский кофе. Не знаю, почему он такой хороший, чем он хорош. Стоит 29 тысяч донгов. Вот, смотрите, удивительное дело, здесь есть непонятно что. Это похоже на воздушный рис, вот знаете как, вот тоже снэк такой, воздушный рис с разными вкусами. Не знаю, насколько это вкусно, стоит вот от 36 тысяч донгов до 46 тысяч донгов. Мне вот даже интересно, кто такую штуку пробовал, даже вот видите, за 69 тысяч донгов есть. Кто пробовал, напишите в комментариях вообще, как вам, потому что очень-очень интересно, что это такое. Брать я это не хочу, потому что вряд ли это буду есть. Так, и вот смотрите, вот это тоже в магазине, мы поменяли магазин, несмотря на это, здесь, везде. Здесь вот эти сосиски, они мега популярны, то есть обычные колбасы, вот я, по крайней мере, в магазинах не видел, может быть, конечно, я ошибаюсь, но мне кажется, ее здесь нет. Вот обычные вот эти сосиски, они продаются везде. И вот нам всем привычные, ну как, нам как раз непривычные, но куриные лапки, которые почему-то здесь пользуются большим спросом. Для меня остается всегда вопросом, почему их люди едят, не понимаю, честно, этого. Огромное количество раменов, не раменов, а лапши всякой разной, то есть тут есть и рамен, который нужно варить, и который нужно просто заливать водой. Есть огромное количество риса. А, кстати, по поводу риса хочу сказать, что здесь, в Вьетнаме, рис отличается от корейского риса. Здесь пользуются большим спросом именно fried rice. Вот, а в Корее, больше, знаете, они как любят такой рис, как сказать, отваренный, да, на пару который. То есть, вот, цена на алкоголь, интересно тоже, я думаю, будет, а Джеймсон стоит 515 тысяч донгов. Кто любит Джеймсон, скажите, цена такая же в России, ниже, выше, а Капитан Морган стоит 451 тысячу донгов. Но, если сказать начистоту, да, то здесь есть свой ром. Мне кажется, вот он, видите, местный ром, он стоит гораздо-гораздо дешевле. И еще, вот, один из плюсов Вьетнама, по сравнению с Кореей, смотрите, здесь есть нормальные ватные палочки. У них пластиковые палочки сами, потому что в Корее только деревянные. Мне кажется, они из этого сильнее ломаются. По крайней мере, я замечал, что они часто ломаются. Вот здесь есть нормальные ватные диски. Нормальные ватные диски, не квадратные. Опять же, да, презервативы есть нормальные, в отличие от Кореи. И есть нормальные, вот для Света это очень актуально, есть нормальные прокладки. Свет, что в Корее с прокладками расскажи? То есть международных нормальных компаний, типа Котекс, как я сказала, их нету, да, либо очень мало.